МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день у этом выпуску «Глядите». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Могилёвске в области есть первые двухтысячники. У агрокомбината Зара Могилёвского района урочисто веншовали одразу два экипажа комбайнов и двух водителев. Двухтысячный рубеж хлеборубы переодолили, как зашло солнце. Вчера полдвенадцать отбросили работу. Ну как бросили? Вроде темно стало, плохо шло. Поэтому можно было позже, но уже... Роса выпала? Да. Итак, каждый день упулись с девяти ранницы до полночи. У Владимира Мельникова и Алексея Мохосова, першими у Могилёвской области, переодолили двухтысячный рубеж по намолоте зерни. На уборке уже семнадцатый сезон, так что это не первый раз было и первые две, и три, и четыре. Но, правда, на первое место на Доленках не доходил никогда. Это, как так говорится, счастливый билет. Просто так. Идём мы, как я всегда сравниваю по минному полю. Одна поломка, и всё, ты далеко сзади. Я очень в восторге, говорится. Урожай очень хороший, но надо его вовремя убрать, сохранить хлеб и привезти большие заработки. Заработать большие деньги, привезти их домой, к семью. У агрокомбината «Зара» – моцная працовная традиция. Невыпадково у один день з'явилися одразу четыре лидра жнива. Двухтысячники, так само, знакомит экипаж у Владимира Корсака и его сына Вадима. И водители Юры Ванкевич и Лангуры Хасе. Дальше, механизаторы его зовут Дима. Керавник в области подзякова хлеборобам за отказность, профессионализм. Усе они уносят важкий уклад у харчовую безопасность Беларуси. Татьяна Сергеевич, Юрий Ауласов, Новины региона. Декада засталась до конца уборочной кампании. У господарках Могилевской области убрано 36% колосовых от плану. Як поведомили у Аблсельхасхарчина, ранец у 10-го жнивня намолочено крыку больше за 400 тысяч тонн збожжевых и зернебобовых. Середнюю роджайность в области 34,7 центнеразгектара. Истит добрыми темпами, допомагая и в управлении некоторых недохопов, які были огучены подчас селекторной нарады президента Беларуси. У приватности у регионе, який потребуется, сформированы 10-ти дённый запас палева. Главное, есть настрою людей, механизаторы. У них сегодня золотая пора для того, чтобы можно было поработать, заработать достойную зарплату. Их не надо понадужать работать. Это наши люди сверхответственные. Сегодня они готовы работать и даже иногда с болезнью воспринимают, если уже дают команду, вечером роса упала, что прекращать надо убирать, даже с обидой, а вдруг завтра дождь. Уборочная кампания на Могилёвщине под пильной увагой профсоюза. У створения комфортных умов працы контролюют подчас мониторингу. Представники профсоюза узнайомятся с организацией рабочей змены и отпочинку сельгазработников умовами харчевания, выполнением техники безопасности. Наш репортаж с Черековского района. На мехдворе агрокомплексу светлый шматк веток частиня. Усе комбайны их у господарца 11, зразумела, у поле. Поколь механизаторы не пришли со змены, представники профсоюза знайомятся с умовами быту сельгазработников. Помыться, скоростаться сауной, калиласка. Есть навод пральная машина. Особливая увага умовам харчевания. Цей смахчимость подогреть ежу, охолодить, кольки кашту и харчеваться по меню господарки. Дароджи, гэты кошт особливо приемно з'являя проверающих. Меньше за рубель обыходится работникам светлого обед 20 копеек вечера. Мы смотрим, чтобы и комфортно человеку было, чтобы отношение к нему было, чтобы информированность у него своевременная была, чтобы подводились итоги соревновательные. У людей имеются папки, где все это прописано. То есть ежедневно человек может видеть, сколько он заработал и как бы нацеливаться на то, чтобы еще работать лучше. Агрокомплекс «Светлый» самая великая по площади господарка в Черковском районе. А мальчатыры тысячи гектаров засеяно сбожжевыми и зернебобовыми. Убрана по культ пятая частка площадь. Однако при любых темпах працы нельзя забываться и про технику безопасности, нагадывают удельники мониторингу. Досканалы и отказно проверяют зернесушильный комплекс. Он один и на господарку. За измену может опрацовать 120 тонн сбожжевых. Проверка техничного инспектора серьезных порушений не выявила. Не в яким разе не покарать за порушений, а оперативно снять махчимую проблему. Такая задача стоит перед удельниками мониторингу. Проверки протягиваются и до конца уборочной. Продставники профсоюзов наведают усе районы в области. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новины Региона. Больше за полторы тысячи месяцев дикорослых конопелей МАКа знайшли правоохумники с початку летнего сезона у Могилевской области. Изнищили больше за 10 тонн таких рослин. По передней вынеке специальной программы МАК подвяли наркоконтролеры. Молодые побеги. Около гектара всего везде конопля. Специально программа МАК проводится с 1 червеня по 15 вересня. Менавито у гэты перыт паспевать наркоутрымливающие культуры МАКа и конопли. Правоохумники нагадывают, выросшивание гэтых рослин заборонено на территории Беларуси. Все лето супрацовники милиции за посеу и выросшивание наркотышных рослин склали на прушальников 303 администрационных протокола. Конфисковали у насильництва больше за 5 килограмм маковой соломки и свыж килограмма мархуаны. Выявили 65 фактов заховывания и сбыту наркоутрымливающих рослин. 60 человек притягнули до криминальной отказности. Больше за 130 же хоромогилёвщины мают донорские нырки. У розный час им проведена трансплантация и теперь яны на обовязковому лику. Им необходимо что месяц контролировать стан здоровья и примать специальные леки. Ранее таким могилёвским пациентам приходилось ездить в Минск. Теперь их будут назирать в областной больнице, где организуют нефрологичный центр. А до конца года урачи плануют провести первую трансплантацию нырок самостойно. Мы получили возможность сконцентрировать усилия как материальной технической базы, так и усилия врачей и медицинских работников в лечении пациентов нефрологического профиля. Потребность в оказании нефрологической помощи просто огромная, потому что, наверное, каждый третий пациент имеет ту или иную патологию или признаки патологии, или расстройства функции мочевыделительной системы. Амаль 90% семьёв, которые выховывают трех и более детей на Могилёвщине, выплатили материальную допомогу до подрыхтовки до нового намочального года. Сгодно одерж программы «Здоровье народа» и «Демографичная обеспека» Республики Беларусь, одноразовую материальную допомогу в области повинны оказать 8,5 тысячам шмадетных семью. По информации областного управления по праце, занятостям и социальной обороне, большая частка семью уже отримали выплаты. Например, в Ленинском районе Могилёва 1237, где выховывается 2318 школьников. С их допомогу уже отримали более за 2000 школьников. А в Кострышинском районе допомогу перелечили Амаль по 1000 семью. Нагадаем, на кожного шкаляра выдатковывается 30% бюджета прожиточного минимума. Десять скульпторов берут удело у кураторской выставы Владимира Кононова. У выставочной зале Музея истории Могилёва открылась экспозиция под назвой «Крохки о кроке скульптуры». Крохки – это тому, что до творчих помкнений утреба ставиться вельми уважливо. Так лишить куратор выставы могилёвский скульптор Владимир Кононов. Я таки старый уже скульптор полувяковой истории. Все новации, которые у Могилёве отбываются, а они грандиозные. Лечу крохкими. До их тревога относятся вельми с павагой великой. И прямо за счастье. И творцы, и публика мают одно меркаванье. Скульптура у Могилёве – Индзина Перад. И гэтая выстава – один с крокаў. Сярод аутара у на выставе – вядумые и опытные скульпторы, такие, як Андрей Верабью и Карнея Ляксеев, и совсем молодые творцы. Умова удела у выставе – працаваць у Могилёве, альбо бытия гаураджэнцам. Напрыклад, Сергей Сотніков тяпер живе у Витебску, але выставляется на свое родиме. Увагуле тут розные материалы – керамика, древа, камень, метал, и самые розные задумки. А люди разны, на каждую скульптуру свой зритель, каждое свое мнение. Когда масса мнений – это отлично. То есть, людей трогает эта скульптура, не зря. Кураторске выставы у Владимира Кононова стали традицией творчых осяродку областного центра. На гэтой выставе, окрамя керамики и скульптур, проставлены так сама малюнки. Творчество неугасимо раз на этот путь став, естественно, потому что это уже мое, и оно должно быть до конца со мной. Илона Иванова, Юра Власу, Новинирегиона. Про житие в нашей области можно доведаться и на сайте tvrmogilow.by. Я с вами развитываюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова